Раздался скорбный детский крик, и жизнь остановилась. Каждое первое сентября рука об руку идут два события. Праздничное настроение Дня Знаний и печальные воспоминания о страшной трагедии, которая в 2004 году произошла в одной из школ Беслана. Террористы захватили учебное заведение. Более 300 погибших, в их числе дети, учителя и сотрудники спецслужб, освобождавшие заложников от террористов. Погибло тоже 10 сотрудников спецслужб. Ребята получали в спину, когда несли маленьких детей, в спину пули. До слез, к сожалению, такие страшные трагедии случаются. Поэтому и молодые ребята, я здесь вижу, они не зря здесь. Это память о прошлом. Если кто не помнит прошлого, будущего реально не будет. Теперь 3 сентября в России знаковая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом, когда по всей стране вспоминают жертв террористических атак. В Ленинском городском округе традиционно проводят митинг и возложение цветов к памятникам воинам-интернационалистам и нашим матерям. Не лишне будет вспомнить, что примерно в то же время взрывались жилые дома на юге Москвы, буквально в нескольких километрах от нас. И в нынешнее время, даже в открытых средствах массовой информации, мы можем слышать о том, как органы госбезопасности, правоохранители ведут ежедневный бой, это фактически война, и предотвращают террористические акты в том или ином субъекте нашей страны. Это дань памяти всем погибшим от терроризма. И мы должны прививать своим детям с детства патриотизм и память, не забывать, что вот такое может случиться. Мы скорбим вместе со всеми и помним. Воспоминания о том страшном событии никогда не умрут в наших сердцах. И каждый год люди будут приходить к знаковым местам, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.